МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелью, в студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Як Гомель отзначить в падею 100-годовой давности? Головные сокрыты святкования векового юбилея Кастрышницкой революции раскрылись сёння. Практика реализации законодавчих актов в галине мясцового керувания и самокерувания у центру уваги удельников сумесных посяжения депутатов национального схода и областного совета. У Гомеле вызначили лепшого диспетчера подразделения по надзвычайных ситуациях региона. А зараза бгытым и иншим больше подробязна. Депутаты национального схода Республики Беларусь и Гомельского областного совета провели сёння сумесное посяжение. На прикладе Жлобинского и Будокашалевского районов выучалась практика реализации законодавчих актов в галине мясцового керувания и самокерувания. Тему протягне Олег Сентюров. Сегодня и у парламентариев, и у депутатов местовых советов огольная задача – социально-экономичное развитие регионов, а тому опыт Жлобинского района для анализа обраны не вопадкова. Зараз на него пропадает 14% промысловой вытворчести и 26% огольного областного экспорта. Квартая для выучения – местовая практика державно-приватного партнёрства по утягнению оборот майомости, якая протяглый час не выкористовывалась, и створение на ее базе новых предприемцев. Еще недавно был дом Райси Газтехники, находившийся в передаварийном стане. На аукционе его набрало гандлевое предприемство, керавництво которого вы решили освоить принципово новый вид деятельности. Сначала была идея сделать из этого здания административное здание, либо сделать бизнес-инкубатор для предоставления помещения в аренду. Но так как потребность в этом Жлобине сократилась, в 2015 году мы задумались, чем это здание занять. И родилась идея построить на базе этого здания современный медицинский центр. Оснащенный самым сучасным обслуживанием и укомплектованным врачами высшей категории, медицинский центр открылся полтора месяца тому. Подчас наведывания установы депутаты знайомятся с умовами, которые створены для пациентов, и интересуются проблемами, которые стремлюсь в приватную инициативу. Еще одна тема для обмиркования – работа органов мясового громадского самокерования по жития забеспечения населенства. Утымлику с допомогой самого населенства, у Жлобине таким чином не только добро упорядковывать дворовые территории, але и выращать питание створения беспечных умов проживания. Было проведено собрание жильцами, и в целях сохранности их имущества были установлены камеры видеонаблюдения в ближайших домах. Мясовые инициативы, тема, якую за все выучать на прикладе Будокошалевского района, в оселеке Мрази минавито тут еще в 2010-м годе одним из первых на Гомишине почали реализацию проектов у рамках программы развития организации объединенных наций. На думку депутатов, зараз необходимо потребовать инициативных людей. У первых чергутых, кто не только критикует, але и пропадает конкретные решения, у Тымлику по обновлению старожитных районств и традиций, у Будокошалевского района, например, другое житено дали старожитым свистулькам. Пятиклассница у Варенской средней школы Кача Журова разум с батьком реализовала проект «Як жили наши протки», у рамках якого был створенный макет старожитных поселища в 15-го ста годе. Мясовое населениество у Воголя оказалось вельми инициативным, причем активный удел в реализации проекта «Упрямая молодь». Депутаты национального схода в опыт района по потребности пропанов в ясковцу витают и кажут об необходимости предпринимания кроков по дальнейшей дебюкартизации органов УЛАДы. Если раньше человеку приходилось ехать за 20-30 километров, чтобы элементарную справку получить, то сегодня он получит ее себе домой по интернету, если она вообще будет нужна. Мы попривыкали, понимаете? То есть фактически мы выходим на тот уровень, что у человека возникла потребность в решении какого-то вопроса, он обозначает его для местного органа власти, это все перерабатывается, и он получает результат. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Як «Гомель» означать падею 100-годовой дауности? Головные секреты святкования векового юбилея Кастрышницкой революции раскрыли сёння. Об ключовых мероприемствах великой урочистой программы журналистам региона распавяли у «Гомельске маблывы конками». Личные дни застаются до 100-годя Кастрышницкой революции и, не глядячи на измену поколению и эпох, гэта падея в нашей краине зауседа отзначается с великим размахом. Бугаштулности, такие, як повага до своей истории, застаются неазменными. Так, на «Гомельщине» мероприемства, промеркованные до круглой даты, почалися задолго до 7-го листопада. До приклада уже зараз можно наведать музейные установы областного центра, где проходят выставы, присвеченные историчные падеи. У афиши тематичные выставочные проекты у Палацево-парковом ансамбле, картины галеры Ивашенке, музеи истории «Гомеля» и музеи военной славы. А кроме того, по старой советской традиции, завтра у «Гомеля» отбудется урочистый сход и святочный концерт, просвеченный так само 100-годью Кастрышницкой революции. Мероприемство пройдет в областном драмтеатре. На его съедутся представники у всех районов «Гомельщины». Разом с этим пройдена влково-гисторичная конференция 1917-2017 год, яги удельники сустренутся у Белорусским Державном Университете Транспорту. Дарычайся род их, будут гости из России. Кульминации ж святкования досягнем миновито 7-го листопада. Гэтый день почнется с митингу на Кургане славы. Такое историчное место для проведения мероприемства было выбрано не выпадково. 50-года у того, калле и был насыпан Курган, створальники заклали у яго капсулу с посланем у будущиню. Вынять яго и зачитать было завершено празд 50-года у якраз у день 100-годья Кастрышницкой революции. И мы подумали, что об этой капсуле и о том, что там написано, должны знать все. Мы перевезем эту капсулу обязательно на площадь Ленина, где будет проходить большой митинг и праздничные мероприятия. И на площади Ленина мы обязательно озвучим, что же было написано в послании. И обязательно, вот тут я уже открою вам тайну, мы обязательно заложим новое послание новым поколениям. Текст подготовлен и мы очень хотим, чтобы люди, которые будут жить уже после нас, почувствовали уже эпоху нашего сегодняшнего дня. Першим закластье у капсулу на паустагодзе новое послание яго текст зачитают. Обнародовать плануется подчас заутрашнего урочистого сходу. Попереднее ж послание так само будет публично зачитано. 7 листопада от Кургана Славы на ретро-автомобиле яго перевезуть до площади Ленина, где подчас урочистого митингу текст и охучать. Затым яго передадуть у фонды музея истории Гомеля на постоянное заховывание. После митинга программу святочного дня протягни реконструкция 1917 года. Убачить, а жившую историю можно так само на площади Ленина. А кроме того, подрыхтована святочная концертная программа. А трамотя салоду от ЯЕ можно будет в глядельной зале летней эстрады Центрального парка. При этом организаторы отзначают, что музыка минулого 7 листопада будет хучать не только там. Подшуть ЯЕ можно будет и прямо на улице Гомеля. Так само же Хароу и гостей Гомеля чакая масса текавых тематичных пляцовок и фотозон, як у Центры города, так и у ЯГО районах. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». И еще одна новина. В связи с днем Кострышненской революции, працовный день с понеделка 6 листопада будет перенесен на попереднюю суботу, 4 листопада. При необходности организации мают право переносить працовные дни у иншим парадку. У Беларуси повышаются пенсии. Отповедный указ подписал президент краины Александр Лукашенко. Документом продугледживается проведение переразлику працованных пенсий. Это связано с ростом средней заработной платы у республицы. У вынику с 1 листопада пенсии повеличатся прикладно на 5%. Так, средняя в номинальном выражении вырасти приблизно до 315 рублей. Нагадаем, у Жнивня середний помер этой выплаты складал около 300 рублей. Это было прикладно 35,5% от средней зарплаты по Беларуси. У Гомеля сегодня вызначили лепшого диспетчера подразделения по надзвичайных ситуациях в области. Удельникам необходимо было продемонстрировать добрую теоретичную подрыхтовку, психологичную устойливость и умение размовлять на английской мове. Подрабязности в наступном сюжете. Диспетчер Центра оперативного управления – фактично головная фигура. От его решения, узробленных за короткий час, альза все да залежит життя человека. И тому права на помылку диспетчер немае. У Гомеля на областном конкурсе, який проходил уже четвертый раз, собрались от 12 лепших представников зосяго региона. Тут для их были пропонованы наибольшь складанные ситуации, с якими можно сутыкнуться подчас выконания своих службовых обовязков. После отбора на эти соревнования и особенно после подготовки, каждый диспетчер, уже работая самостоятельно у себя на Центре оперативного управления, намного легче себя чувствует и более уверенно. Потому что здесь уже настолько прокачиваем каждую ситуацию, поэтому где-то некоторым тяжело приходится даже психологически. Подчас конкурсу диспетчерам необходимо было продемонстрировать не только теоретичные веды и умение принимать ключевые решения у личной секунды. Важный этап с поборництва – проверка стресса устойливости. Акцент сделан и на английской мове. Каждый из конкурсантов должен был принять звонок от умовного замежного гражданина. До речи, умение диспетчеров разговаривать на английской мове начали удосконаливать перед проведением в 2014 году чемпионата света по хоккею. Зараз это так само актуально, потому что худко наша краина будет принимать уделника у гостей других европейских гульнях. Участвую в «Тамаду» впервые. Навыки, конечно, помогают улучшить, потому что вроде бы моделируются ситуации обычные. Ну, не совсем обычные, конечно, пожар-пожар у рознь или какая-то чрезвычайная ситуация. Но тут они немного где-то усугубляются, то есть где-то могут быть как и жизненная ситуация, но, скажем, утрированно так немного. Поэтому, конечно, нам нужно будет в профессиональной деятельности. Такие соревнования, они, конечно, необходимы. До речи, Павел Глусцов и стал переможцем областного конкурсу. Зараз он почти не подрыхтовку до республиканского споборництва. Другое место у представника Речицкого отдела МНС Данила Сухинина, а третье место у Алены Соболь с Гомельского городского отдела МНС. Дмитрий Котов, Ганна Кральчук, Игорь Марыченко, телерадоакампания «Гомель». В Гомельске Державный цирк запрошаю бачить новую запальную программу. Гостей чекают захопляльные труки, акробатов, поветранных гимнастов, жанглеров, а так само выступлений дрессированных живел. Утым лику косолапых медведев. Новая цирковая программа «Цирк ревью» и «Шоу косолапы» – это каскад неверогодно смелых труков. На арене самые рискованные акробатичные маневры выполняются на оригинальном круглом турнику. Это складанный номер потребует от артистов полного взаимодействия и синхронности рухов. Под кополом цирка в свою чергу поветранные гимнасты притягивают за себе погляды глядашов и примушают их сердце замирать. Тут разгортывается пригожая история каханья, якая читается про спласты, куграцию, костюмы и гармоничное музычное супроводжение. Подтримливают батеры настрой глядашов на протягу усяго представления комичные номеры клоунов под керовниством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина. Стремать усмешку, глядяши на их веселые репризы, просто немогчимо. Еще один вельми колоритный номер у новой цирковой программе – оригинальные фигурные элементы на велосипедах. На арене разгортывается масштабный парад самых розных двухколовых сродков перемещения. На их артисты выстроиваются ускладанные шмат узровневые живые пирамиды и выконывают иншие разностайные складанные труки. У нас есть велофигуристы, но вот как раз они строят такие пирамиды. В цирке называется драйка, фирка. Драйка – это когда из трех, фирка. Там тоже замечательные исполнители. Вы посмотрите, я не знаю, повезут ли они фирку. Это все зависит тоже, будем делать, не будем. Все от физической кондиции нижнего и первого среднего. Верхним ему все равно, третьим ехать или четвертым. Если состояние нормальное у нижнего, фирку везем. Свою прыгожостью и талентами висунения употешать ледошоу дрессированные малпы, попугаи, собаки, кошки и навод бурые мядьведи. Косолапые валерыны бодают головные герои циркового шоу. Под керовнистом народного артиста России Гранта Ибрагимова они умело демонструют не только грациозные элементы, а также выконывают оригинальный цирковый номер, который не имеет аналога в свете – катание на гироскутеры. Катаемся мы оба, потому что сначала я бежал от него, там вел его на подкормки, а сейчас мы просто едем спокойно. Он катается лучше меня. Он позволяет себе делать вольности, он уже понимает зал. Это говорит о том, что он уже просто артист и сразу мы с большим, и владением этого гироскутера. Зорка номера косолапые грации мядьведь грызли по кличце «Ек». Его рост каля трех метров, а взрост – 34 годы. Он – соправдная легенда советского цирка. За свою шматгадовую карьеру гэты мядьведь объездил не один десяток краин. Сдымался в документальных и мастацких фильмах. Зараз у каждом городе глядачы дорадьеку самые ширые и яркие овации. Его рост каля трех метров с 40 сантиметров. Яскравые выступления лауреатов международных фестивалей, профессийные адресуры и постановка номера новой программы створяют незвычайную атмосферу с особливой энергетикой и дорадят глядачам выключно лепшие узоры циркового мастерства с усветного взрыва. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, Ялген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэты и инши новины вы можете знать на нашем сайте у интернеті по адресе www.tv.gomel.by. Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.